ребята всем привет зеленый угол город владивосток сегодняшнем выпуске мы осматриваем машины стоимости миллион тире полтора также второе немаловажно и что меня как с юридическим образованием человека очень сильно зацепило это то что у вас могут аннулировать птс вот и третий момент это что вы должны обязательно сделать покупка автомобиля на зеленом углу и ребят у нас есть первая часть где мы ходим выбираем машину до миллиона рублей непосредственно мне вот все наши попытки по выбору этого автомобиля вот можно будет здесь вот посмотреть ну и еще попрошу поставить палец вверх подписаться на канал и поехали тойота филдер гибрид 2018 год полтора литра 4 балла статистика статистика она бьется миллион четыреста сорок аукцион 4 балла цешечка вот в принципе хороший аукцион аукцион один такие вот царапольники и все вот один это царапольники пробег сто тридцать восемь тысячи фонда фрит миллион двести сорок аукцион три с половиной цешечка пробег сто тридцать одна тысяча если что вот это смотрится пробег автомобиля так еще один филдер миллион четыреста шестьдесят 2018 год гибрид четыреста так а четыре балла четверочка бэбэ но иксов нет цараполька цараполька и все в принципе тоже хороший аукционник пробег тойота пробукс миллион триста тридцать четыре бэбэ аукцион четверочка с пробег восемьдесят девять тысяч ниссан ноут баллов 2017 год аукцион 4 бэбэ вот написано тут есть в один царапольника пытались рассмотреть царапольника смятиной вот смотрели смотрели не нашли если честно что это у нас миллион сто девяносто пять тойота витс 2018 год объем 1 и 3 полный привод миллион двести аукцион 3 с половиной цешка хонда шаттл 2016 год полтора объем миллион триста пятьдесят гибрид полный привод аукцион четыре бэшечка пробег восемьдесят пять тысяч тойота сиента миллион триста пятьдесят пять 2016 года полтора объем аукцион четыре бэшечка 48 тысяч и еще тойота витс 2018 год они на три полный привод обогрев стекла зеркал миллион сто двадцать аукционника не вижу тойота aqua единственное что обратила внимание что аукционник аукционов японии но цены к сожалению и нет цену я не вижу бюджетный автомобиль тойота руми миллион тридцать 2018 год полный привод литр литру аукционник эрка прекрасно как крестики у нас что это на жопке на жопке кресты тойота aqua 2019 год четыре с половиной балла пятьдесят шесть тысяч километров пробег миллион двести девяносто пять санкцион 2020 год полтора литра гибрид миллион шестьсот тридцать пять аукционник он лежит четыре с половиной балла бэшечка пробег пробег 17 тысяч и еще один фит 2019 год 1 и 3 полный привод миллион триста сорок пять аукцион три с половиной бэшечка купили машинку и сразу же пошли обклеились сейчас просим сколько стоит ребята сколько стоит машинку обклеить ребятки енотики пауэры на любой вкус и цвет смотрим медалист 2018 год миллион шестьсот четыре с половиной бала 84 тысячи бэшечка четыре с половиной погнали дальше ниссан нисмоу символя какая боже мой как ее здесь так опоздавили смотрим четыре сэшечка восемьдесят две тысячи пробег смотрим желтенько почти как бамблби 2019 год 4 балла 39 тысяч миллион пятьсот пятьдесят миллион шестьсот миллион шестьсот мне кажется что это вообще всего одного собственного номер телефона двадцать три четырнадцать а тут номер телефона двадцать три четырнадцать да скорее всего и там и там и там чуваку чисто нравится енотов продавать ну они очень жидные они стоили считаю где-то полгода назад девятьсот тысяч я считаю это хорошее уважение ну да согласна 2018 год четыре балла сорок восемь тысяч премиум миллион шестьсот аукционник четыре сэшечка последнего енота показываю а то их и так много 2019 год четыре балла 70 тысяч пробега аукционник четыре сэшки миллион двести семьдесят девять хонда везель ну это правда не в бюджет но все же просто расскажу в общем когда я была в 2020 году на рынке ходила вот такой вот везель стоил примерно миллион сто он был гибридный кстати говоря это не гибрид четыре балла два мульта ребятки вот она наши будущие машины до миллиона хонда кейкар восемьсот девяносто восемь тысяч 2018 год аукцион четыре балла но без аукционного листа 2016 год восемьсот шестьдесят семь тысяч дальше большие 2014 год пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят восемь тысяч вот такие вот малыши раньше можно было купить за эти деньги а сейчас все окейкар ну вот она суровая настоящая наша 2014 год восемьсот восемьдесят девять 2014 год ну в принципе все то же самое восемьсот семьдесят семь аукцион четыре цешечка 2015 год восемьсот шестьдесят восемь тысяч вот такие вот дела тойота пробокс 2019 год гибрид миллион триста пятьдесят пять аукцион аукцион четыре цепь пробег сто одна тысяча я вот только оформляла подписку на троме она была миллион ну не конкретно вот эта вот машина а была аксио восемнадцатого года с хорошим аукционником миллион стоил ниссан жук 2014 год пам пам миллион триста пятьдесят семь да хонда фит санкцион гибрид 2020 год полтора литра кожа ружья миллион шестьсот пятьдесят девять фит всегда же был бюджетненький фиточек аукцион три с половиной башечка тоже вон да крестики это то бишь замена была детали ну такое себе в общем ребят про аннулированный ПТС на одном из каналов я увидела такое видео где местный продавец рассказывает такую штуку недобросовестные продавцы они таможен на безлицо и потом берут ну не дожидаясь этого года и продают автомобиль то есть соответственно на человека на которого таможен этот автомобиль на него падает кутир сбор в зависимости от того какой объем двигателя от 180 до 500 тысяч рублей может упасть но может упасть все больше если там два литра и так далее сейчас уже два литра не возят и вот этот продавец что рассказывает то что он говорит вот мало того типа упадет на этого бомжа это я цитирую упадет на этого бомжа вот этот кутир сбор и человек допустим купит этот автомобиль типа едет куда-нибудь в Москву а там ДПСник его останавливает и говорит то что у тебя ПТС аннулирован ну так вот я вот это вот все услышав у меня сразу возникает вопрос на каком основании у человека аннулирует ПТС да то есть не вот эти вот бабкины рассказы с рынка а вот знаешь я услышал и т.д. и т.п. то есть информация понятное дело что она не проверена и сейчас это никто не может сказать там с полной вероятностью что будет так так и так но есть общие принципы да и у меня как у человека у которого юридическое образование у меня возникает вопрос на каком основании у тебя аннулирует ПТС а основания есть два первое при растаможке была какая-то ошибка в документах то есть неважно то есть была ли она умышленная или была она ну вот просто ошибка в документах при растаможке и второй момент если автомобиль ну допустим примеры у него перебит кузов да не совпадает номер кузова или к примеру везли распилку да сделали вот этот вот франкенштейна и как пытается поставить там поставить каким-то образом на учет вот по сути вот есть грубо говоря по бумажкам да почему у вас могут аннулировать ПТС и техническая сторона автомобиля да по которой у вас могут аннулировать ПТС то есть не оплата гражданина утилит этого взноса это не основание для того чтобы у вас забрали аннулировали ПТС то есть ну если даже логически размышлять что что такое утильсбор это налог налог присылает кто налог присылает налоговая служба не ГИБДД это присылает налоговая служба то есть в декабре мы все физические лица рассчитываемся по своим налогам за машину за квартиру и так далее и так далее да мы предположим этот человек без ведома которого на которого была растаможенная машина без его ведома продают вот этот автомобиль да и ему приходит вот этот вот утильсбор он говорит я не буду его оплачивать я там не хочу не могу ну так это проблема этого человека это проблема этого человека что он предоставил свои документы да незнание закона оно не освобождает от ответственности вот и из-за того что один человек не хочет грубо говоря исполнять свой долг да у того человека который приобрел этот автомобиль нет оснований для того чтобы его ПТС аннулирован ну предположим все автомобилисты они получают они должны оплачивать налоги да за автомобиль и один такой говорит ну вот я не хочу его оплачивать вот все я не хочу его оплачивать и теперь что из-за того что он не хочет оплачивать ну его ПТС аннулировать ну нет конечно или там другая ситуация да человек продал свой автомобиль но перед этим он не заплатил налог за него или там последующие года там не знаю за предыдущие годы пользования он не платит этот налог и что у нового покупателя теперь ну все аннулирован ПТС ну понимаете да какой вообще бред по сути я просто не совсем понимаю для чего это вообще говорят ну для чего для того чтобы покупателя напугать так мы и так все покупатели пуганные не пуганные и перепуганные и тут приходишь на сцену зеленый пугал и все все знают паркашин все все знают причем здесь есть такие дяденьки ну вот с девяностых которые что ты думаешь я лох что ли и вот я уже думаю да господи дяденька ты не лох ну как бы ну и я тоже не лох да там откровенно когда у автомобиля просто ну ты открываешь и из-под арки она такая как рыжики вот эти вот ну как бы естественно у него спрашиваешь ну а за веса он этого хотел прям нормально так денег то есть там 2020 год миллион миллион что-то такое у него спрашиваешь а почему у вас пороги рыжьи и он начинает мне рассказывать такую штуку ну вот типа во Владике это было начало сентября ну вот типа во Владике там дожди такие были проливные вообще вот там дождь попал и там что-то как-то это появилось я так это все слушаю думаю блин но у нас есть тот же самый дастер у которого тоже там он был в таких дождях но у него там никаких рыжиков нет и он такой да что ты думаешь он утопленник что ли я вот так это вот все смотрю слушаю думаю боже мой дяденька я ничего не думаю короче я пошла и вот он как-то пытается тебя еще там догнать что тебе тут рассказать короче я не совсем понимаю для какой цели вводить вот эту вот байку то что чтоб набирать просмотры просто ну если только вот это вот и вы знаете хорошо хорошо и вот знаете что еще мне не понравилось вот в том ролике называть человека который предоставил свои документы чтоб ты сука на этом еще заработал здесь называть его бомжом ну серьезно что ли ты дядь ты скажи ему спасибо вообще-то потому что ты чё ну ты можешь вести так-то одну машину и все ты в год можешь вести одну машину да а люди которые тебе ну скажем так дают возможность увозить помогают да помогают и дают возможность увозить просто ну ты на этом бабки зарабатываешь и ты людей вот так вот искрабляешь ну по-моему так это низко вот если честно или обсуждение своих вот этих вот покупателей ну и честно сказать рынок я уже все я завершаю завершаю рынок он не такой большой да и ну видно же локации где вообще снимают да и вот допустим вот этого чувака который там дядя Женя или кто он там Никита Витя вот ну то есть мы его сразу же вычислили кто это такой то есть ну сразу видно что это за человек и не знаю зачем так делать ну люди не лохи и каждого покупателя нужно мне кажется уважать покупателя и человека с которым ты работаешь вот все я выдохнула мне стало мне стало лучше так ну очень удобненько купил машину и сразу же сразу же сразу же сразу же купил колеса кайф кайф народные шины по ценам не знаю ни у кого ничего не спрашивала дешевле дороже чем обычные цены но удобненько тойота витс цена миллион двести аукционный лист вот у нас есть три с половиной и самое главное смотреть на вот эти вот цифры что это вообще такое а1 это небольшая царапинка она идет еле еле видная у этого это восстановленный участок самое хреновое это когда вот такие вот иксы это то есть была замена в данном случае замена двери g это небольшие царапинки на самом лобовом стекле сколы сколы да у него Саша подсказывает у 1 это небольшая еле заветная вмятинка пробег автомобиля восемьдесят восемь тысяч очень важно вот при покупке машины с зеленого угла обязательно проверять и смотреть аукционный лист то есть бьется ли он в статистике вот сейчас проверим вот этот автомобиль и посмотрим вообще аукционник настоящий ненастоящий или это просто вообще все нарисованное так ребят смотрите заходим на сайт Алиада и вбиваем номер кузова номер кузова вот он вот он вот он указан номер кузова вот нажимаем найти и заходим на сайт смотрим то есть вообще есть такой автомобиль в аукционе или нет вот здесь смотрите услуга платного доступа то бишь этот вид он был с момента покупки его на аукционе пошло более 2 месяцев и чтобы посмотреть ее нужно заплатить 500 рублей вот но мы видим то что объем 1,3 он совпадает год 2018 он совпадает но посмотреть тот же самый пробег это нужно заплатить 500 рублей если машина куплена менее чем 3 месяца назад на аукционе тогда это будет бесплатно в общем ну не секрет да что аукционы не подделаны допустим мы проверили машину по аукциону все хорошо допустим она бьется замечательно я бы на вашем месте еще проверила был ли этот автомобиль в истории других аукционов вот допустим вот хорек стоит 4,5 балла а вдруг до этого он был еще участок в других аукционах и там у него идет допустим R а вы про это не знаете вот и поэтому просто зажегте в общем 500 рублей посмотрите историю этого автомобиля в других аукционах действительно вдруг вы откроете увидите что там машина вообще была R не знаю с заменой капота и на кой хрен вам тогда нужен такой автомобиль еще раз про проверку автомобиля в системе аукционов допустим проходит в Японии аукцион покупает автомобиль с категории R какой-нибудь ушлый японец или русский в Японию купил такой автомобиль поменял отреставрировал это все и выставляет эту машину на менее строгий аукцион и ну давайте так мы не будем смотреть на то что это проверяют японцы и то что там вот они все смотрят смотрят есть не строгие аукционы на которых там все детально не так просматривается тщательно и пожалуйста вот такой вот обычный человек который проверяет эти автомобили он ставит в категорию допустим 4,5 балла и покупает этот автомобиль с отметкой 4,5 балла и все вроде бы прекрасно и замечательно но если посмотреть вот всю систему этих аукционов можно будет увидеть что изначально автомобиль вообще с категории R и вот эти вот 4,5 балла они можно сказать что они условны не нужен ли вам вот такой вот автомобиль с отметкой R вот вот как-то так но это не он ну ребят я надеюсь что вам это было полезно надеюсь что вам это поможет в дальнейшем покупке автомобиля зеленый угол это прекрасное место чтобы приехать посмотреть посидеть в автомобиле там пощупать потрогать его потому что рынок он большой и можно действительно найти разные автомобили именно визуально с ним столкнуться потрогать посидеть внутри прицениться прицениться но также из объективного ну вообще прицениться прицениться можно зайти на дрон вот любой автомобиль который здесь вот есть на рынке можно зайти на дрон и посмотреть и то есть и приезжать на зеленый угол и вот по факту начинать вот так вот искать автомобиль ну в этом нет никакого смысла вы можете предварительно зайти на дрон выставить модель ту самую комплектацию что вы хотите и вот пожалуйста у вас будет весь перечень и уже вот с сознанием то чего вы хотите вы приходите на рынок и смотрите и выбираете уже из накиданных вариантов вот по мне так рынка вот для этого нужна вот и обязательно проверяйте аукционник обязательно не торопитесь вот самое главное не торопитесь вот лучше с этой мыслью переспать посмотреть какие то может другие еще варианты и все я завязываю заканчиваю в общем ребята всем спасибо за просмотр надеюсь вам это будет подписываемся полезно в общем ставьте пальцы вверх обязательно подписывайтесь и и я я купила себе автомобиль и мы вот буквально уже завтра завтра его поедем забирать и обязательно покажем как мы его будем готовить к нашему дальнему путешествию из Владивостока в Омск шесть с половиной тысяч километров как-никак ехать вот давайте покажем как его будем готовить и естественно покажем наш весь перегон вот ну все пока пока классно вот вот